Здравствуйте! Сегодня 4 июня 2023 года, 13 часов 34 минуты. Я сегодня утром снимал видео по поводу мощной разведки пчел, которая в том лежаке, где две, одна керамическая, коричневая, а вторая такая вот серая доска поставлена. Ну, это плитки такие. И я предполагал, что прилетит рой-первак. Так оно и случилось. Рой огромный, огромнейший, я бы сказал. Большое количество пчел летает в воздухе. И я ближе не могу подойти, потому что как раз тут они еще только прилетели. Я был в доме, вышел и вижу, что тут рой уже пришел. Ну, начинают пчелы заходить в улей. Сейчас я попытаюсь приблизить увеличением. Вот как они там заходят в улей. Вот по керамической доске идут. Большое количество пчел летает. Ну, вот буквально они где-то минуты три назад как прилетели. Может быть, две минуты назад. Сейчас температура около 20 градусов. Сегодня прохладный день. Я утром сказал, что температура была около 20, а на самом деле было 16 градусов тепла. Вот, но разведка с самого утра прилетала и охраняла этот улей, даже чистила. Я удивился, что массовая такая чистка еще вчера началась. Вчера разведка была от этого улья, от этой семьи. И сегодня они прилетели и рой привели. Сели на соседние улей, на деревянную такую вот конструкцию, которая на вот этом желтом улье находится. Большое количество пчел кружат в воздухе и по запаху ориентируются и летят в тот лежак. Тот лежак на 24 рамки. Довольно просторное жилье. И там им хорошо будет. Хорошо, что они выбрали этот дом для себя. Потому что если бы в лес полетели, то без влечения от клещей все бы такие загибаются за 1-2 года и пропадают полностью. Солнечная погода. Облака есть на небе вот такие. Ветер слабенький, не мешал пчелам лететь. И судя по количеству пчел, которые окружат в воздухе, это первак и рой огромный. Ну я не могу сказать, что это гигантский, что это свальный рой, но для первака это огромный рой. Молодцы. Хорошо, что они сюда прилетели и для них будет хорошее жилье. Где они смогут благополучно жить, развиваться, накапливать продукты на зиму себе. Мед, ну и уход за ними будет соответствующий, для того, чтобы они хорошо перезимовали. И дальше, в следующий год, у них все было благополучно. И лечение я им окажу. Вот они дня три посидят в улье, там позанимаются чисткой. Матку будут хорошо кормить, она снова растолстеет. И у нее восстановится способность к вкладыванию яиц. Когда она начнет вкладку яиц, я им поставлю полоски варуфлу, для того, чтобы от клещей их подлечить. Две полоски там, или может быть даже три полоски я им поставлю. В воздухе пчел уже меньше становится. Летят к этому улью. Некоторые пчелы сидят. Вот сейчас я покажу. Это шуфлятка такая от старинного комода. Я туда вот кладу скорлупу от яиц. И на металлической крыше улья скорлупа там хорошо сушится. И потом ее размалываю, куром даю. У меня 50 кур породы Белый Ливорн. Они несутся каждый день. И яйца безотходное производство у них, у этих кур. То есть скорлупу они съедают. И снова, повторно, эта скорлупа переваривается и идет на образование скорлупы в новых яйцах. Солнышко сейчас из-за тучи вышло. Хорошо лучами так припекает уже. Огромнейший рой прошел. Молодцы. На этом заканчиваю. Удачи вам. Всего хорошего. Благополучия. Здоровья. Мирного неба над головой. И до следующих видео.